МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ ФИЛЬМА 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 Способ, что до требования вам неправомирной выгоды в сумме 100 тысяч гривен, а еще неправомирная выгода в сумме 349 тысяч 500 гривен от гражданина. Вы обставили выкладку подозрения, вы знаете, что это надежно выполнили неправомирную выгоду? Так. Доброе утро. 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 пана Вилкула и пану Королевского. Хочу вам поведомить, что это не последние вызовы на допиты по криминальным проведениям, которые стоят в высокопосадовцам. Я уверен, что после допитов, проведения других профессиональных действий будут сделаны належные выставки. И если будет вина доказана, то будут поддания с моей стороны на притягивание этих людей или других людей, граждан Украины, до криминальной авторитарности. И решить. Я имею до вас снова свидетельствую прохождение. Вы, сила такая, что, дай Боже, каждый, кто мог силу мать, зверниться до депутатов с проханием терминово решить вопросы про занятие своей депутатской авторитарности. Это будет лучший выход для державы Украины и у всему свете. Далее, что касается подений. Я уже сказал, что все дни были законны в межах выполнения спецоперации. Я уверен, что мы, коллеги, вам сейчас дадут больше вместительную информацию с этих вопросов по своих направлениям. Будьте, пожалуйста, дадут. Доброго дня, шановные друзья. Я хочу привернуть вашу увагу, оскільки цей факт залишился чомусь поза увагою пресса. Можливо, мы, как правило, результати своей работы сами не особо показуем и коментуем, а дадим сухие материалы в наш пресс-центр. Но 30 жовтня поточного года в Днепропетровске, то есть за день до проведения широкомасштабной операции, в Днепропетровске было проведено ряд следовательно-оперативных действий, обшуков, выемок, в частности о структуре, которая, скажем так, с государственного бюджета вкрала, мягко скажу, 26,7 млн на гривень, а также минимализировала податки в бюджет на приблизно 500 млн грн. Сума непогана, если рассчитать, что идет про мережу известных супермаркетов под названием Брусничка. С кем она филирована, асоциирована, думаю, вам будет нескладно разобраться самим. Но про это почему-то никто не говорит. Это с поводу того, что мы занимаемся только одним проблемой. А вообще, я хотел бы начать свою короткую доповедь КПУС складывал до миллиона гривен, делился в день. Я не говорю, что наши святые, но мы своих арештовываем регулярно. За это поплатились окремные керевники Донецкого управления на то время посадками. А Виктор Манзик поплатился за это життям своими. Это был березень 2015 года. Больше того, я скажу отверто, я сделал звонок на то вести прилично и дотримоваться закону. Значит, вбивство с кое Денис Гордей, который сейчас под слезом, и Артем Мартиненко, который тоже причетен, они членами охраны фирмы СИЧ, которая афилирована, скажем так, с гражданином Кошляковым. На тот час сам Денис Гордей, который затрянет нам аж в Закарпатті, он пытался перейти, або мав божание перейти кордон вы увидите это в фирме. А еще другой переховывается с участник этого случая. До речи, сам Гордей на момент склонения злочина, вбивство, был помечником народного депутата Денисенко, который сейчас пытается перевести эту ситуацию на политическую площадку. Я прошу показать наш фильм. Служба безопасности Украина затримала на Закарпатті Дениса Гордейева, подозрюваного в убивстве офицера СБУ Віктора Манзика. Гордейев виправляв подробные документы, з якими мав намер утекти в Европу. При собі Гордейев мав пистолет ТТ з набоями. Минулої суботи у Волновасі з автоматичної зброї був розстреляний співробітник СБУ. За информацией міністра внутрішніх справ, він намагався запобігти контрабанді трьох фур. Гордей, герою, огонь! 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 За спільною нарадою і за дорученням президента зараз генеральний прокурор ухвалив рішення про об'єднання всіх кримінальних проваджень і вбивство капітана служби безпеки і викрадення людей, наших громадян, які були до цього, в тому числі результати всіх обшуків вилучення в надзвичайно небезпечної зброї та вибухівки об'єднані. І ми чітко розуміємо, що і злочинне угруповання, яке діяло в Донецькій, Дніпропетровській областях, і бандити, які застосовували зброю і проти правоохоронців, і бандити, які викрадали людей, це єдина організоване злочинне угруповання, це єдина банда. І саме вона звертається, а іноді навіть отримує підтримку, а ми ще обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Прізвища тих, що нами допитані і поврожували, один з них громадянин України Олійник, другий громадянин України Корбан. Случай для України, пожалуй, безпрецедентний. Чиновник міністерського уровня пропадає на сутки во время служебної командировки. Я, по крайней мере, подобних історій не припоминаю. Приїхав я в Дніпропетровськ службовою метою обговорення законопроекту, який регулює питання земельних відносин, який забороняє продаж землі сільського господарського призначення. Відходить людина, яка називається помічником Корбана, запрошує до себе в кабінет починається всього часу маски шоу і я бачив величезну кількість так званих тітушек, прийнайні, ми таких вважаємо з тих часів Майдану, це абсолютно неблагодарю. Я уточню, тітушек ви видели здание обладміністрації? Здание обладміністрації, порзі здания обладміністрації, порзі здания обладміністрації, здания обласної ради. Це величезна кількість людей, які потім екзесувалися, ще перебувають зброєю, ну і... А починяються нікому? Починяються неоднозначно тому самому пана Корбана, як стало зрозуміло догодом. Запакували машину, відвезли на допит в обласну державну адміністрацію. Вас на допит? Мене на допит в обласну державну адміністрацію. Ну, за участі особисто самого Корбана, його приспичників. Требували дуже прості речі, щоб я підписав наказ про звільнення першого заступника Дерзему по Дніпропетровській області, який був три тижні тому і призначити свою людину. І це вже тема. Це не просто це був не перший день, вони це намагалися робити вже раніше. Встать будь, коли я з тобой розповіваю. Я встал. Я встал. Я встал. Я встал. Не переводити. Я встал. Не переводити. Я з тобой розповіваю. Я Либерпанцію. Встал. Я встал. Я встал. Робота Одеського нафтопереробного заводу добу як заблокована. Про це новинам повідомив юрист МПЗ Денис Серебреников. Що відбувалося вчора на НПЗ, ви зараз бачите на екрані. Молодики у спортивному одязі та камуфляжі битами розбили скло пропідної і силу витягли охоронців та повалили їх на землю. Стариж아 в moto. Редактор Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дуже сложно Добавил DimaTorzok 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 Доручение – это то, о чем я говорил и для чего были отношения эти люди. Никаким образом я не хочу делать никаких висновок и делать какого-то злочинцем. Все материалы в прокуратуре. Служба выполняет окремые доручения. Мы проводили обрушение в Днепропетровске и больше ни в одном месте за доручением Генеральной прокуратуры. Винными их визнает суд. Або не визнает. Это значит от того, насколько качественна будет проведена работа, або насколько они винны или не винны. Но я хочу запевнивать в одном, что наши офицеры делают свою работу. Широ и отверто. И даже сюда я получил звонки. И знаете, что мне говорят люди? Они говорят, Василий, мы вдячны службе прокурорским ребятам, которые сделали эту работу. Мы получили массу звонков про то, что творили эти люди из этого ОЗУ. Правда, она здесь посередине. Еще раз скажу, не хочу кинути жодным чином тень на фонд, на людей, на добровольцев, на волонтеров, которые работали в этом фонде. Но они абсолютно не знали того наверняка, что только то, что лежит вверху, это из 160 миллионов гривен, 40 миллионов. Пошло не на ци цели, которые планировали, куди сдавали люди по копейчиням цих денег. Спасибо за внимание. Я вам спасибо. Мой коллега трошки эмоциональный, я его понимаю. Но действительно, то, что он сказал, невероятные факты, они имеют место. Я хочу добавить еще до того, что он сказал по ОЗУ. Это ОЗУ не сегодняшнего дня. Это ОЗУ давнишнего и имеет тривальную историю, начиная с 2000-х годов. И наши следствия, вместе с представителями Собой безопасности Украины, исследуют эти проведения, которые имели место и раньше. И я уверен, что сгодом вы услышите, увидите, может, не в полном масштабе, а очень, приблизно, в всех масштабах, вот эта деятельность этого ОЗУ. Которые и людей убивали, и мучили, и тортуру убили. Я сейчас поставлю слово пану Белину за эти вопросы. Добрый день, шановные коллеги, шановные присутники. Я, как представник Державної фискальної службы, так же, согласно нашей компетенции, певную часть материала, которые были выложены в процессуальных действий Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины, было передано для анализов в Державную фискальную службу. Термин минув невеликий, но за этот час есть определенные данные, есть определенные результаты. Хочу на них коротко остановиться. Как вы знаете, во время обшуков и процессуальных действий было выложено большую количество начаток, документации субъекта господарской деятельности, значительные суммы готовки. Попередно установлено, что там, где были выложены, большая часть, 94 начатки, лишь 14 из них были те структури, которые зарегистрированы за этой адресой. Еще 80 предприятий, где документы, начатки и другие ключи доступа к клиенту банку не имели никакого отношения до этих адрес. Причем сфера деятельности этих предприятий ризна. И торговля рудой и металлами, и транспортные перевезения, и торговля зерновыми, и строительство, и склизкое господарство абсолютно разные сферы. Когда мы начали анализировать эти предприятия и те начатки, которые нам были переданы Генеральному прокуратуре и Службе безопасности, близко 30% из 130 предприятий, близко 30% есть або банкротами, або не установлены за местом своей регистрации официального находления. Далее продолжается проверка, и все эти данные мы нададимы, но нужно определенный час для анализу, и, соответственно, процессуально это мы должны закрепить. Далее. Что касается готівки, также вопрос, которое потребует исследования. Звідки, чему, каким образом, где оно было обготевковано, это также сейчас в работе, и будет исследовано ретельно государственной фискальной службой. Еще одно вопрос. Ключи управления доступом клиент-банку. Вы все знаете, что открытие счетов за кордоном невозможно или неправомерное без согласия Национального банка Украины. Наразі, как представитель фискальной службы, не могу утверждать, что до законности отримания или наявности таких ключев, но это также вопрос будет изучено и расследовано. Теперь, касаемо фонда благодейных организаций, из тех материалов, которые нам передала Генеральная прокуратура, было выложено документы шести благодейных организаций, несколько инвестиционных фондов и финансовых компаний. Попередним анализом, который мы смогли сделать за полтора недели, с подключением финансового монетаринга, государственного финансового монетаринга Украины, по этим документам у нас есть уже вопросы, которые потребуют изучения, то есть характер операций, которых выключает певную подозру, на 200 миллионов гривен, по шести организациям, еще раз говорю, в том числе и фонд обороны Украины. Мы сделали предыдущую раскладку тех операций, мы нададим их, которые, откуда они отходили деньги до фонда обороны, и куда эти деньги вытрачались. Попереднюю раскладку, потому что более полную информацию, на жаль, она потребует времени. Из-за того, что мы видим сейчас, есть операции, которые, фактически, безтоварные, есть операции, я имею в виду, я говорю пока что за подозру по тем данным и по тем документам, которые у нас есть. В частности, перерахивание денег на закупку бронежилетов на организации, на которые никогда не было приходов, то есть на которые никогда эти бронежилети не закуповывали. Перерахивание денег на структури, которые не звитуют в ДФС. Например, один из физических предпринимателей, который пенсионер, получил 17 миллионов гривен на закупку бронежилетов и других товарно-матеріальных ценностей 17,3 миллиона гривен, подав звитность лише на 1 миллион гривен и не получил достоин платника единого податка. Как я уже сказал ранее, перераховывались кошти на те структури, где никогда не было, где никогда не подходили товарно-матеріальные ценности, за которые были перерахованы кошти. Это то, что мы видим сейчас с предыдущего анализу документов. Конечно, все это должно быть подтверждено або спростовано, процессуальным образом оформлено и будет передано в Генеральную прокуратуру, где долучают до криминальных справ и использование, или не использование в каком-то доказательстве, как это будет понятно, с результатами нашей работы. Теперь, откуда они отходили деньги? Попередньо мы уже видим, что деньги отходили из разных джерел, но в том числе из группы компаний, одной известной финансово-промисловой группы. Эта финансово-промисловая группа на сегодня заборгировала государственному бюджету 9,5 миллиардов гривен, которые не сплачивают, соответственно, не отрабатываются эти деньги и не идут на социальные выплаты в соответствии с использованием доштатного распространения. Поэтому хочу вас всех запевнивать, что Государственная фискальная служба выполняет доручение Генеральной прокуратуры. Мы грунтуемся исключительно на фактах, на бухгалтерских документах, на руху коштей через банковские рахунки. Все это будет исследовано объективно, оперативно и и долучено до материалов справа. Дякую. Дякую, Семенович. Мы еще не закончили. Через все. Больше у нас не он не цікавит, да? Ну, завжди будет питание. Чекайте, да? Швилько. Трошки, безумно, еще сказано. Вы теперь маете уяву, насколько ответственная Генеральная прокуратура Украины. Все выполняют ее доручения, службы безопасности, фискальная служба, а вы пытается все Генеральная прокуратура Украины и Генеральный прокурор. Понимаете, да? Но это еще не все. У нас действительно створена спильная группа следствий, представители Украины, фискальной службы. Она действует, и она делает все возможное, чтобы собрать все доказы, доказы, не создать, а собрать доказы, выявить доказы, и потом дать им належную юридичную оценку, и только после этого звиновать ты будь-кого, будь-якому складе злочину. Тому я дуже хочу, чтобы вы понимали, и довели до этого общества, что правоохранные органы, которые действительно стоят на передовом рубеже и борются с коррупцией, завжди будут действовать только по закону и каким-то другим образом. А это, пожалуйста, запитание. Виктор Михайлович, скажи, пожалуйста, вы разговаривали про повестки, которые намагались на начале в Королевске и в Вилку. Чи означает это, что будут подания на них в революционную раду? И кроме цих людей, в Копощеве основную кодексу и в рамках каких стран вы нашли? Я очень просто на это вопрос. Справа в том, что вы знаете, что Генеральная прокуратура Украины ведет целый ряд криминальных проведений относительно высокопосадовцев, которые были не учасниками, а были заподозрены в противоправной деятельности щодо майданевских моментов, и других виведения за кордон и так далее. Эти справы уже ведутся, они доходят из своего логичного завершения, как только будут собраны все доказы и будут все основные для решения вопроса того или иного того или иного того, то будут терминово внесены соответствующие подания. То, что мы вызвали в Вилку, вызвали в Королевскую цену, значит, что это все. Будут и другие особи, поверьте мне, и не только из блоков оппозиционного, а и других блоков. Для нас не имеет значения, я говорю, противналежность. Только имеет значение порушения закону. Если он есть, они доказовы, будет покорение. Возвращение вопроса. Возвращение Вы знаете, давайте мы подчеркиваем, пока допинг пройдет, потому что следующее меня повноваживает вам сказать, по какой самой справе, потому что это же не одна справа, это не криминальное проведение. Спасибо. И все еще за вопрос. Уточнение по 200 миллионов, то есть, что 6 миллионов организаторов, на которых сейчас было 200 миллионов гривен, было выведено из такой операции? Не так. За данными ДФМ, который проанализировал деятельность по 6 организациям, документы, которые были выведены, сумнівные операции, это те, где возможно есть порушение чинного податкового законодательства, становят обсяг 200 миллионов гривен. Вообще, это потребует еще опрацювания и подтверждения. Они або будут спростованы, то есть, что будут наданы соответствующие документы, что они действительно законны. Но сейчас есть вопрос по этим 6 на 200 миллионов. Это 6 благодейных структур, документы которых были выведены под 6, когда обшуки. Это те операции, которые возникают подозрение в полной сплате податков до государственного бюджета. Вы сказали, что вы сказали, что вы сказали, что на 26,7, если я не помню, по памяти цифру. Вы сказали, что деньги было спилено с государственного бюджета. Спилено. Я еще раз хочу нагласить, что любая малижность партия, значит, не имеет Ахмедовцев, это и другие люди, не имеет значения ни для прокуратуры, ни для безопасности. Я понимаю, не про то, а это не связано, что это не связано, что это не связано, что это не связано, просто про это никто не говорит. Потому что в том же самом Дніпропетровске працювали и спрацювали по серьезной теме. Майже 30 миллионов одна ситуация и не сплата в бюджет 500 миллионов другая ситуация, понимаете? Но про это никто не говорит. Вы сказали, что вы не видели, что это не тема сегодняшнего пресс-конференции и брифинга. Давайте. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...